Игорь, привет! Привет, как мы видим, ты сменил обстановку. С чем это связано? Здравствуйте, нам предложили тренироваться в тайбоксинг-джиме. В связи с тем, наверное, мы показываем хорошие результаты. Мы довольны новым клубом. Конечно, тут что-то новое для нас, где-то перемены, чуть непривычно. Мы с ребятами знакомимся, дружим и уже входим в коллектив довольно свободный. Твое мнение как бойца, то есть это слияние, так скажем, ведет к лучшему или нет? Я думаю, это, конечно, в любом случае к лучшему, потому что обмен опыта тренерским, вернее, Андрей меняется с их опытом, а не с нашим. Как бы это в любом случае хорошо. И профессионально, какие твои планы на лето? Где-то будешь выступать? Планы пока особо никаких, но тренировки, 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 тренировки. Вот планируется в июле месяце сборы, в августе, может, проведем еще какой-то профессиональный бой, а дальше готовимся на сентябрь. Удивляет публику. Ну, что, желаем тебе удачи и главное держать себя в форме, наверное. Спасибо, будем, конечно, держать, не расслабляться. Все, всего доброго. Спасибо. Что ты думаешь по поводу слияния клубов? Добрый вечер всем. Насчет слияния клубов, вообще, я лично рад этому, я думаю, что рады все ребята, потому что мы варились, в принципе, в одной каше здесь, как бы все, в свои, которых мы друг друга знаем. Так как наши клубы соединились, теперь происходит какой-то, то есть, больше обмена опыта, тренировка в соул-джиме, с которой мы соединились, тоже есть хорошие и перспективные, опытные ребята. Ну, это все на пользу. Я думаю, это будет нам на пользу и нам. То есть, сейчас нам всем. Сёп, я вижу, ты приобретаешь более атлетическую форму. С чем это связано? Ну, я не тренировался год, там были кое-какие нюансы, но хочется, еще хочется. Смотрел последний раз чемпионат республики, смотрел мой вес, ребята новые, молодые, и какая-то ностальдия проснулась, хочется позаниматься, и сколько Бог даст еще там раз выступить, выиграть. Надеемся, что в ближайшем будущем мы тебя увидим на профессиональном ринге. Я думаю, время покажет, лучше всего сказать. Хорошо, Степ, желаем тебе тогда удачи, держать постоянно такую форму, и что бы ты пожелал всем ребятам, которые занимаются, и занимаются, наверное, и по твоим руководствам, малыши? Да, в первую очередь, я пожелал бы всем поменьше травм, дисциплины, чтобы они посещали тренировки, относились серьезно ко всем вещам, что касается муай-тай, тикбоксинга К1. Макс, добрый вечер. Мы видим, что слияние клубов идет на пользу, ребята все занимаются, но вот такой щекотливый вопрос, не видишь ли ты в Степе соперника? Ну, во-первых, добрый вечер всем. Что сказать по поводу Степы, могу сказать одно, что мы с ним один раз встречались на соревнованиях, на чемпионате Европы по кикбоксингу ВПК, мне с ним удалось встретиться в финале, бой был достаточно такой, так скажем, напряженный. Почему? Потому что Степа на тот данный момент являлся для меня как соперником серьезным. Почему? Потому что он в первую очередь ездил на такие турниры, как чемпионат мира по муай-тай, то есть есть какой-то опыт в этом плане. А я тогда еще выходил из школы тейквондо. И мне достаточно тяжело было с ним драться в финале, но, так скажем, в скорости я его опередил, потому что было легче на 10-15 килограмм, что удалось мне одержать победу по очкам. Но хочу сказать, что Степа, слава богу, у меня есть теперь спарринг-партнер моего веса, с которым я могу нормально тренироваться, и, соответственно, Степа тоже имеет спарринг-партнер, потому что в нашей стране с тяжеловесами всегда проблема, что мы не можем нормально в парах стоять, поставить слегка весами. И как бы вот хорошо, что мы соединились и тренируемся вместе все. Второй вопрос. Как ты перенес смену обстановки? Вы знаете, я сначала, как бы, было немножко, это потревожило меня немножко в этом плане. Почему? Потому что, во-первых, как бы, атмосфера какая будет, я не знал, потому что я уже все в зале привык, там, то есть со всеми ребятами, то есть дружился, познакомился. Вот. Но хочу сказать, что я уже вторую неделю тренируюсь, как бы, и хочу сказать, что атмосфера положительная, что очень радует. вот, и с ребятами сплоченно так познакомился, так, кого успел, с тем, кого раньше знал, кого еще не знаю, то есть, ну, со временем уже лучше друг друга узнаем, и уже, соответственно, будем выступать под одной эгидой. И последний вопрос, когда мы тебя снова увидим на ринге? Да, значит, следующий турнир, значит, намечается в сентябре, в конце сентября, вот. По каме, хочу встретиться с Ворониным, то есть, чтобы уже свели нас, наконец-то, на следующем турнире, то есть, возможность будет нормально подготовиться, вот, и... чтобы люди узнали, кто в нашей стране самый сильный тяжелый вес, в нашей стране. Спасибо. Спасибо большое. Все, тренируйтесь, занимайтесь, крепитесь, ведите здоровый образ жизни. Спасибо. Саша, добрый вечер, и начнем с первого же вопроса. Как вы, бойцы из тайбокс-клуба, восприняли новость о том, что тайбоксинг-клуб сливается в один с клубом соулджим? Достаточно хорошо, потому что в соулджиме очень много опытных и хороших бойцов, и это очень хорошо повлияет на наши улучшения в отработках, в парах, допустим, в соревнованиях, на открытых рейнгах. Как бы очень хорошо, здесь очень много хороших бойцов, очень много опытных, поэтому есть чему учиться, есть какие-то ошибки, которые должны быть исправлены. И поэтому это очень хорошо. Новые задания, новые... В общем, все по-другому чувствуется. Вот я вижу, Андрей Гроссович на данный момент сейчас тренирует. Как тренирует он, и как тренирует именно тренер из тайбоксинга, Яким Олег, да, Олешка? Есть какая-то разница в процессе тренировок или нет? Скажу честно, я давно у Якима Олега не тренировался, потому что, как бы, я был у другого тренера. Но я в тайбоксинг-клабе давно, и я сейчас перешел обратно, и вот сразу, как пришел, меня сразу Андрей Гроссов начал тренировать. И действительно чувствуется очень большая разница, потому что здесь совсем по-другому, как бы, работа в парах, отработка, удары. Чувствуется, что я начинаю исправлять свои ошибки. Конечно, их много, но все равно потихоньку чувствуется, что начинаю продвигаться вперед. И я тому, честно говоря, очень рад, потому что есть что исправлять, есть куда двигаться. Олег, ты как тренер в тайбокс-клубе, как думаешь, пойдет на пользу слияние между тайбокс-клубом и соул-джим? Я думаю, что слияние между соул-джимом и тайбоксинг-клубом пойдет только на пользу и нам, и ребятам, потому что, в принципе, мы всегда находили общий язык между собой. И я думаю, что мы вместе вырастим хороших бойцов и покажем себя только с лучшей стороны. То есть я думаю, что у нас все будет хорошо. Сработаемся. Олег, второй такой момент. Сейчас воскресенье будет Лига К1, под агидой ВАК-1Ф Федерации Республики Молдова, среди детишек и кадетов. У тебя есть твои подопечные, которые будут сейчас выступать? И вот как ты их настраиваешь? Ведь все-таки К1 ударный такой вид спорта, и, по крайней мере, удара они будут получать. Ну, в принципе, детишки, которые у меня тренируются, некоторые из них уже участвовали на соревнованиях, даже в Одессе, некоторые из них занимали вторые места. То есть есть ребятка более-менее подготовленные, для кого-то это будет первый раз. Но, в принципе, они на то и тренируются, для того, чтобы где-то выступать. То есть они кто-то посильнее, кто-то послабее, само собой. Но мы всегда их настраиваем, как бы тренируем только ради победы. Поэтому пускай они себя покажут уже, кто как. Насколько мне известно, ты прошел, скажем так, хорошую бойцовскую подготовку и выступал по профессионалам. Не задумывался бы вернуться обратно в профессиональный ринг? Ну, в принципе, честно говоря, желание есть, но, честно говоря, особо времени не хватает, так как тренировки постоянно, да. Но так как мы сейчас соединились вместе с Олджимом вместе, как бы и Андрей появился как тренер, да, то, в принципе, желание есть, но посмотрим. Если время будет позволять тренироваться и восстанавливаться, и совмещать с работой, то все возможно. Добрый вечер. Ну, после чемпионата республики ко мне поступило предложение от хозяина этой боксинг-клуба, от дома Константина, и мы обдумали этот шаг очень серьезно, потому что это очень серьезный шаг, и мы пришли к соглашению, чтобы мы вместе сделали один сильный клуб, и вместе продвигали тайский бокс и К1, и добивались результатов не только на национальной арене, но и на мировой арене. Вот еще один вопрос, возможно, немножко с подковыркой. Не делаешь ли ты разницы между своими бойцами и бойцами из тайбос-клуба? Потому что, скажем, у себя в клубе ты был хозяин, и хозяин, и тренер, и директор, а вот здесь ты пришел, и тут множество новых ребят, которые занимались именно здесь. Разница, как бы, есть у тебя, допустим, какой-то порог? Вот этот тайбокс, это мои. Ну, в первую очередь, у меня уже нету моих, они все наши, то есть уже ребята все одна команда, они уже работают, грубо говоря, полторы недели вместе, тренируются бок о бок, и нет даже, и мысли не было о том, чтобы кто-то был моим, а сейчас кто-то тренировался уже здесь. То есть для нас важен боец, чтобы он был сильный, и неважно, начинал он заниматься в солд-жиме или в тайбоксинге, это без разницы, и я думаю, даже никто об этом не думал. Есть наши бойцы, которые, я надеюсь, будут поднимать не только наш престиж, но и престижи всей страны на мировой арене. Андрей, 2 июня, уже буквально в это воскресенье, состоится Лига К1 под эгидой Федерации ВАК-НФ Республики Молдова, где будут принимать участие дети и кадеты. У тебя есть твои подопечные, вот как ты думаешь, как они выступят, там, победят или проиграют, или ты не делаешь на это ставку, делаешь ставку просто на повышение опыта? Да, у нас с Олегом есть уже воспитанники, которые будут боксировать, большинство из них проведут в это воскресенье первые бои в своей жизни, есть пару ребят, которые уже чуть-чуть поопытнее, но большинство из них у нас с Олегом, они первые бои проводят, и для нас, как не банально звучит, но важно не только участие, но и, конечно же, победа, потому что мы воспитываем их бойцов, победителей, и надеемся, что они выиграют. То есть для нас важен и сам результат, не только участие, и как это происходит, но и результат, чтобы был положительный для маленьких детишек, потому что мы на них делаем ставку, и мы надеемся, что из них вырастим в будущем профессионалов, которых будут прославлять всю страну. И последний каверзный вопрос, наверное, самый каверзный из сегодня заданных. Не видишь ли ты в Степе конкурента Максима, твоему бойцу, которого ты воспитываешь? Почему конкуренты, они будут вместе расти, и это только плюс, что, и это очень большой положительный нюанс, что в одном клубе тренируются два супертежа, которые по силам они приблизительно равны. Они даже когда-то боксировали вместе на одном ринге, то есть они были соперниками, и я надеюсь, что один с помощью другого, неважно кто, но они будут расти вместе, и будут боксировать в скором будущем на турнире, на КУК, на ФЕ. То есть я надеюсь, и даже и мыслей об этом не было, что кто-то конкурент. Да, они конкуренты, я этого скрывать не буду, но эта конкуренция, конечно же, будет только здоровой, потому что мы будем за этим следить. Спасибо. Вам спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В первую очередь, мы очень рады, чтобы поехать на нас в клубе. Люди приходят и увидят, что они работают на нас. Второе, я думаю, что эти вещи очень хорошие. Они появятся интересы для детей, и мы получим результаты работы, сотрудникам и для нас все. Это очень хорошая вещь, потому что Федерация будет организовать так, как мы. Мы дарим много успехов, и мы надеемся, что в клубе они получат верные победы, с которыми мы победим. Это не только для нас. В первую очередь, мы победим. Мы победим. Мы победим. Мы победим. Мы победим. Мы победим. В ДВе. Редактор субтитров, В.Семкин Корректор субтитров, В.Семкин Корректор субтитров А.Кулакова